Кострома, Ставрополь, Нижний Новгород, Ростов и вот теперь Пенза. В этом году Беларусь посещает уже пятый российский губернатор. Для Ивана Белозерцева это первый визит в ранге руководителя своей области. Правда, четыре года назад он уже здесь был. Тогда в статусе председателя законодательного собрания. Приоритеты сотрудничества у партнеров не меняются. Это развитие промышленных связей, производственная кооперация, строительство и сельское хозяйство. Ставку по-прежнему делают на работу дилеров белорусских предприятий. В Пензе представлена продукция Амкадора, Мазага, Мсельмаша, Оршанского инструментального завода. Но ключевую роль должны сыграть сборочное производство. Пока в Пензе лишь одно совместное – лифтов. Правда, оно не работает. Экономически нецелесообразно. Учитывая то, что Россия серьезно занимается модернизацией жилищного комплекса, реновации, где-то что-то сносите, строите, без лифтов не обойтись. Спрос приличный. Поэтому, я думаю, Иван Александрович, надо и наши, и ваши специалисты, пусть бы подразобрались, может, у вас будет возможность поддержать это производство. Оно вам пригодится. Сотрудничество будет опираться в первую очередь на экономике, отметил президент. За прошлый год товарооборот с Пензенской областью составил 53 миллиона долларов. Это немного, но есть скрытый потенциал для выхода на более высокий уровень. И вот за 4 месяца объемы прошлого года уже выполнили наполовину. Вы должны знать, что вы приехали как себе домой, может, даже и лучше. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Но вы должны знать не только потому, что мы заинтересованы в сотрудничестве с вами. Не только потому. Просто потому, что мы родные люди и жить нам вместе долгие времена. Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые спасли наш союз Беларуси и Россию в свое время. Я всегда с ними встречаюсь и вы знаете, что если мы что-то только сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это делаем. Если мы будем у вас что-то строить, создавать производство и прочее, вы должны быть уверены, что мы это сделаем не хуже, чем ваши собственные компании в России. А то, что дешевле, это 100%. Если только отдельные люди у нас в российском правительстве или Сан Саныч не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок, чтобы вдруг цены упадут, боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Вот если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем. Пензенскую область с регионами Республики Беларусь связывают давние прочные отношения экономические, научно-технические, культурные. Наше многолетнее сотрудничество подтверждено соглашениями с правительством Республики Беларусь, органами исполнительной власти Минской, Могилевской и Гомельской областей. И вот мы планируем в конце этого месяца закрепить двустороннее взаимодействие с Брестской областью. Планируем это сделать на втором форуме регионов России и Беларуси в Москве. Еще одним приоритетом должно стать сельское хозяйство. Его губернатор назвал драйвером областной экономики. Не случайно на гербе Пензы, одном из самых старых в России, изображены сразу три золотых снопа. Пшеничный, ячменный и просиной. На берегах Суры рассчитывают на помощь белорусского агропрома. Также губернатор Пензенской области сегодня побывал на Белкомунмаше. Ознакомился с производством троллейбусов, но больше остался впечатлен транспортом нового поколения – электробусом. На одном из них губернатор даже совершил поездку по столице. Прессе ответил – машина хорошая, правда стоит дорого, но купить очень хочется. Дороговато, цены кусаются пока, но я знаю, верю, что пройдет немного времени, когда цены все равно будут ниже, и это будет возможность хорошей для многих регионов Российской Федерации, таких как Пензенский регион, приобретать данный подвижной состав. Автобусный парк региона тоже нуждается в замене. Предложений от мировых производителей хватает, но россияне отмечают им. Особо приглянулись белорусские автобусы средней вместимости и повышенной комфортности. Еще одно знаковое место в столице, где обязательно встретишь любого российского губернатора – монумент победы. Отдать дань памяти народу, который завоевал свободу для будущих поколений. Визит делегации Пензенской области рассчитан на 4 дня. Программа у губернатора весьма насыщена. Это посвящение сразу нескольких промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Завтра Ивана Белозерцева ждут в правительстве для участия в переговорах. Анатолий Занкович, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.